слава господу сегодняшнее служение пошло по такой темой за детей знаете я так сидел и думал мы желаем чтобы дети наши были спасены чтобы но а если родители вот есть место такое прочитаю сейчас может быть для нас теплый теплый христианин вы думали когда-нибудь о таком состоянии теплый если папа и мама теплые христиане почему я хочу чтобы вернее он будет больше чем я горячей чем я друзья очень серьезный вопрос и где границы между теплым и горячим в откровении написано такое место откровение 3 глава 15 ниже стихи знает вы дела ты не холоден не горяч о если бы ты был холоден или горяч но как ты тепл а не горячий не холоден то извергну тебя из уст моих ибо ты говоришь я богат разбогател и ни в чем не имею нужды они знают что ты несчастен и жалок и нищий слеп и на и там дальше написано нет времени советую тебе купить золото им глазную мазь друзья теплый христианин это очень печально состояние передо мной брат сказал есть две вечности рай и ад между нету третьего нету для теплых нету друг если ты теплый христианин сегодня то твоя будущность в раю под огромным вопросом под огромным вопросом друг теплый раньше мы союз жили этот вопрос как актуально стоял сейчас никто про это не говорит а тепло богу не угодно вот теперь человек живет под таким девизом не с иисусом жить хорошо хорошо когда море бушует жить с иисусом хорошо у награду поставить с иисусом не жить хорошо я голоден он накормит меня с иисусом жить хорошо да собрания иду если нужда какая-то споткнулся с иисусом жить хорошо он поднимет меня но вдруг сегодня надо сказать не жить с иисусом а жить для иисуса посвящение для иисуса для господа жить это очень важный человек другого раза так как теплый такое теплое состояние номинальный христианин как я среднестатистический христианин замечания мне никогда не было взыскания не было я на хорошем счету а что дальше а горишь ли ты для господа живешь ли ты для господа горячий христианин тот который живет для бога он свидетельствует дает нуждающийся ему он и во вторник на молитве и пятницу и на похоронных собраниях он всегда потому что он горячий христианин он желает жить для бога а почему ты думать человек ну я бы как вот работа там я занялся все а ребенок мой будет вот тут он будет друзья они пример берут с нас дети берут с нас пример и как мы с семье как мы на собрание ходим ведь другой раз идет на собрание человек он как эгоистический вы знаете вот вот идет на собрание и вот чтобы благодати было побольше опять же для меня я иду до меня чтобы для меня вот так вот такая натура немножко чтобы все было как бы вокруг меня вот это теплое состояние а когда ты отдавать будешь когда ты будешь отдавать один человек говорит ну вот я я ну я начну вот завтра наверное я понимаю но вот завтра меня начнется будут тогда если такая гимн песня когда-то горел да а теперь ты как все обычные жизни земной увлеченный весь молитвы твои превратились давно в привычку и сердце в могла в сердце спасение весь может твоя жизнь просто игра в христианство друзья извините что я так говорю сегодня но такое состояние есть сегодня может жизнь то я играл христианство перед миром святой делаешь вид и там дальше поется песня скользя по пути произвольного отступления произвольного не то что тебя кто-то толкнул или на это направил произвольное остановить дальше остановить так не надо так не надо никто говорил а горишь ну гори гори я когда покаялся тоже вот так сперва горел в начале как покаялся а теперь а теперь а теперь я как все нормальный нормальный уже как будто жить или гореть для христа это ненормально вот вот стал я как все нормальным теперь а когда-то горел это ненормальное состояние когда тлеешь теплый нет будущего для для такого человека надо надо быть горячим говорят раньше когда подписывали какие-то мирные договоры вот пили теплые или холодные напитки старину старые времена теплое не подавалось теплое оно оно противно вы знаете когда вы хотите горячее попить а вам холодно дают или наоборот знаете так а господь говорит если так то я извергну тебе из уст моих вот пили когда-нибудь вам дали там не знаю дети там соду просят дал теплое какая-то ехали пока в машине пап не хочу она это теплое выкинь когда ты горишь он бог говорит о если бы ты был но хотя бы ты холодный был с тобой господь будет работать а сегодня я себе успокаиваю я все нормально я же я же я же покаялся это очень такое опасное состояние знаете теплое состояние мы сейчас будем молиться позовем господа а может кому-то и проверить себе и поправить нужно за господом ходили там три посвящения люди встречали христа большие толпы были люди такие которые шли за ним кричали громко постелали одежды иисус въезжает юрисалим вот это такая публика была можно сказать публика даже называю восторженная много евреев выходило они ели хлеб и насытились написано а им нужно было только покушать увидеть это и все довольно больше ничего и скажу вам что они охотно слушали но никогда не исполняли и господь говорит выходили за мной потому что ели хлеб и насытились старайтесь же не о пище тленой но о той которая пребывает вовек многие люди в церкви бывают хотят увидеть нечто и некоторые случайно вот на первом союзе я помню приходили в церковь на территорию церкви попали их интересовало то что есть в христианстве люди были увлечены не богом а то что делает бог пришел один человек церковь помолитесь пожалуйста чтобы но остался без алкоголя и без бога вот хочет чтобы он не пить ему бросить это вот а почему ты не хочешь принять христа о я не готов еще такое знаете вот половичка для себя я не хочу пить для семьи приношу очень много хлопот все вот помолитесь я слышу что молитесь чтобы я был без алкоголя но и без бога я так знаете в стороне буду сам для себя вот такое мышление то есть увидеть церкви нечто такое что делается а а вот то что есть вот например хотят пользоваться плодами евангелия но не хотят того кто дал это евангелие не хотят его иметь жить для христа еще вторая группа была людей которые за христом ходили они из-за корысти некоторые хотели вот пришли к иисусу даже взять петра взять петра вот мы пошли с тобой а что нам за это будет я лодку свой оставил я бизнес оставил свой а матфей оставил свою таможенную инспекцию а эти два брата заведеевы сын и заведеевы пришли город а можно мы сядем тебя вот мы за тобой пошли по левую и по правую сторону царство в небесном то есть есть люди которые как бы искать какую-то вот 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 для себя выгоду какую-то найти это теплое состояние к уверовавшим написано иисус говорил я она 8 31 и сказал иисус к уверовавшим в него их было много но когда он начал говорить серьезные истины они перестали его слушать эта группа которой людей была приближена она уверовала в христа они поверили что есть есть бог есть мессия но жить они не отдали себя для этого еще последняя группа 3 перед молитвой хорошая группа людей называется безумный христа ради есть такие люди безумный христа ради те кто приходит к нему к иисусу и готовы отдать богу все одним из них был апостол павел апостол павел был такой там филиппийцам написано 3 глава 8 стих про него я все почел счетую это высокая степень посвящение себя для бога я все почитаю за ссор отказался от всего чтобы прийти произвели про приобрести иисуса христа вот это состояние безумный христа ради горю я горю для бога и когда я горю в семье в доме моем дети горят папа а когда следующее собрание папа когда молодежно когда спевка мы уже оделись мы тебя ждем а сегодня как в детке одевайтесь я уже в машине сижу а детки там еще знаете бывает ну поехали ну я был вчера я был следующей неделе начинает перестать мне это интересно а горю ли я сегодня друзья или я теплый христианин сегодня проверяет каждый себя и поставит на это место может мне надо покаяться безумных ресторан и когда мы смешиваем холод и тепло это мерзость пред богом это место пред богом бог работает с холодными людьми или с горячими но половинчатость ему не угодно а если бы ты был холоден или горяч одна нога в собрании одна другая в бизнесе в мире и знаете и туда и сюда есть место библии языки написано 37 глава поток из-под храма и там по лодыжку в начале потом по колено потом по поясницу а потом что а потом уже плыть надо было потом нужно было уже плыть иди сегодня друг на глубину все не где на глубину не оставайся там где по лодыжку или по колено бог этого хочет и мы являемся храмом друзья вы и я храм бога живого и мир ожидает от нас что потекут две живые реки от нас от нас потекут реки воды живой если мы будем гореть для христа безумных ресторан я сегодня 2018 год призываю вас изучить это как вы знаете эхо безумных ресторан где эти люди которые отдадут себя на служение для господа чтобы все увидели а этот горит христианин он не теплый состояние вода течет от храма и там написано вода от храма текла в море и вот и сделали здоровыми те воды которые в воде в море были когда это вода наша пришла в этот мир вот это в этом море и воды те становятся здоровыми слава иисусу друзья если ревность нас а господи такая да было оставить нас господь чтобы мы действительно были безумных ресторан и жить для иисуса с ним умирать да благословит господь теплый он не нужен он не нужен теплый христианин вот я известный у тебя из уст моих господь так сказал сегодня не будь теплым гори если холодно в этом мире тогда у него есть шанс спасения а теплый себе успокаивает у меня все нормально я даже на кафедре стою друзья тревожно очень да благословит господь сегодня каждого человека пришедшего в это собрание проверить свое состояние а если не в должном сегодня покайся и встань тем который хочет от тебя господь ему слава за все амин склоняем колени молимся